С конвейера калужского завода PSMA Rus сошел юбилейный 200-тысячный автомобиль марки Mitsubishi. Чтобы достичь этого результата, трем бриллиантам потребовалось 8 лет, за которые на заводе под Калугой было выпущено 166 тысяч кроссоверов Outlander и 35 тысяч внедорожников Pajero Sport. Добавим, что сейчас российское производство японской компании выпускает самый продаваемый кроссовер марки – Outlander, а также дизельные версии внедорожника Pajero Sport. Кроме того, с марта этого года стартовала сборка обеих моделей с медиасистемой Яндекс.Авто на борту. Еще одной недавней новинкой трех бриллиантов стал специальный Mitsubishi Outlander Black Edition. Главная отличительная особенность этой спецверсии – черный декор кузова, а в салоне за уникальность отвечают новый дизайн дверных панелей плюс красная отстрочка кресел, дверей и органов управления. Если Mitsubishi считает, что разнообразие версий – это хорошо, то марка Mercedes-Benz уверяет, что богатый ассортимент только вредит экономике компании. Во всяком случае, в Штутгарте готовы отказаться от разнообразия вариаций ради сокращения собственных затрат. Так, глава исследований и разработок концерна Daimler Маркус Шафер пообещал, что гамма моторов и набор платформ вскоре будут существенно сокращены, а механическая коробка передач отправится на заслуженную пенсию. Шведская Volvo будет экономить другим способом. Гендиректор компании Håkon Samuelsen подтвердил, что шведская марка взяла на вооружение новую электрическую архитектуру из ассортимента Geli. Эта платформа является чисто китайской разработкой, поэтому местные поставщики обеспечат конкурентноспособную структуру затрат. По всей видимости, электрической новинкой окажется грядущий Volvo XC20. Между тем, первым чисто электрическим Volvo стал XC40, лишенный двигателя внутреннего сгорания. В Европе только что вышедшая машина мгновенно стала хитом, поэтому все автомобили, которые должны быть выпущены до конца года, уже проданы. Мощность батарейного кроссовера превышает 400 сил, а на одной зарядке он способен проехать свыше 400 километров. А чтобы по уровню безопасности электромобиль не отставал от оригинального XC40, инженерам пришлось полностью перекроить структуру передка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok